В нижнем городе Тагиле, в самой средней школе номер 12, был обнаружен уникальный мальчишка Андрюха Криворучкин. С виду обыкновенный семиклассник, но то, что он сотворил, это выходит за рамки человеческого разумения. И за свой подвиг Андрей Андреевич получил благодарственное письмо от начальника Тагильского городского УМВД полковника Ибрагима Абдулкадырова. И сделано это было на школьной линейке, на глазах самых красивых девчонок. Короче, Андрюха нереально поднялся. Тут спросят, а что он такого сделал-то? Прикиньте, он нашел на улице охотничье гладкоствольное ружье ИШ-81 с патроном в магазине и сам добровольно с помощью матушки сдал его в полицию. Вот еще раз послушайте об этом нечеловеческом подвиге. 13-летний пацан нашел заряженный памповичок и сдал его в полицию. Не нашел, пострелял по банкам, подстрелил кошку и сдал в полицию, а просто нашел и сдал. Я гулял за домом, играли с ребятами в ножке, они спрятались за гараж. Я копал-копал яму, как мимо поставили. А чем ты копал? Палочки. Копал-копал. Видел пакет. Хотел его отудрать, но то, что не нравится. Смотрю, там дуло, не торчит дуло. Потом откопал дальше. Ну, он видит, когда заряжается. Как это? Вот. Достал его? Ну, достал. Мое оружие положил в коробку, принес маме. Мамка заняла, идет и отдал. Они как отреагировали на это? Ну, они говорят, давайте постреляем. Я говорю, вы дураки, вы маленькие. Положь оружие, я сейчас собакусь домой. Они говорят, давай стрельнете. Я говорю, ты баран, он может застрелить. Вот остальные ребята повели себя обыкновенно. И, естественно, свойственно пацанам среднеклассного возраста. Они же и так играли в войнушку. И, обретя настоящее ружье, тем более заряженное, конечно, изъявили желание пошмалять. Но Андрюха, как новый хозяин ружья, пресек все поползновения. Сам он мотивировал свой героический нетривиальный поступок так. Ну, испугался я. Ну, застрелили, как надо отдать. Мы, конечно, далеки от того, чтобы опуститься до фамильярности. Но, может быть, Андрей Андреевич, с самого рождения, гордо нося фамилию Криворучкин, уже в детстве стал замечать, что ему к опасным предметам, как-то утюг, газовый баллон, ружье, лучше не прикасаться. Может быть, какие-то эксцессы уже были. И, может быть, именно поэтому он отнес ружье домой, рассказал о нем маме и попросил ее сдать оружие в полицию. Причем не за деньги, а просто так, от греха подальше. Это редкость, чтобы несовершеннолетние отходили оружие. Во-первых, как бы редко, а во-вторых, возвращали. Поэтому нет впервые в моей практике. Первой в истории нашего вообще, сколько я работаю, такой случай по добровольной сдаче. Дети как-то, они все равно интересуются оружием, смотрят, разбирают. И то, что ребенок сдал самостоятельно, придя домой к маме и показал это оружие, это очень замечательно. Благодарны этому подростку? Естественно, конечно, мы ему очень благодарны, потому что данное ружье находилось в розыске. И сейчас уже выходите на ответственную хрюмину. Про ружье ИШ-81 известно, что оно выпускалось на Ижевском механическом заводе с 1994 по 2000 годы. Разработал его в 1993 творческий коллектив конструкторов. Антонов, Синтиков, Ватиков, Зарочинцев. Масса 3,2 килограмма. Длина 1,20 метра с 70-сантиметровым стволом. Калибр 12-й магазин, рассчитан на 7 патронов. Механизм перезаряжения помповый. Конкретно про ружье, которое нашел Андрей Криворучкин в сугробе за гаражом. Известно, что оно раньше принадлежало некоему охотнику, который его потерял в феврале текущего года при невыясненных обстоятельствах. Прикиньте, как можно угораздиться потерять предмет длиной метр двадцать? Ну, то есть, тупо уронить его в сугроб за гаражом. Что он там вообще делал, этот охотник? Хочется его спросить. В ходе проверки было установлено, что данное ружье находилось в розыске, так как владелец данного ружья утерял его в феврале месяце этого года. Владелец данного ружья был привлечен к административной ответственности. Кстати, человек, добровольно сдавший оружие, должен получить положенное вознаграждение в рамках областной программы «Прощай оружие». И Андрей Андреевич, кроме благодарственного письма от главного тагильского полицейского, скорее всего, получит еще и баблишку. Вот вам доказательство того, что честным быть выгодно. Суть не в том, что это была добровольная сдача. Суть в том, что люди, может быть, предотвратили какие-то преступления с этим оружием, если бы вы нашли какие-то другие граждане и применили его для более противоправных целей. И то, что Андрей не пошел действительно с этим ружьем, кстати, ружье было заряжено, между прочим, это подтвержденный факт, что не пошел с этим ружьем и поступил так, как следует гражданину Российской Федерации, и это достойно, конечно, внимания и уважения. Ну и давайте еще раз поаплодируем. Аплодируем.